И я в Перми прожил 22 года, в Перми окончил институт, и потом женился, на Москве женился, в Москву переехал, в 1967 году. И сразу поступил на этот завод. Этот завод очень много мне тоже дал, очень много дал. В плане науки, в плане... Я считил диссертацию здесь, на заводе. У вас образование какое? Вот вы образовываете... Металлург. Я инженер металлург, металлург, металловед, и металлург, и термообработка. Специальность-то хорошая, но я на этом огромном заводе проработал много лет один. Вот приходили люди и уходили. И я не знаю, чем это объяснить, потому что завод-то не металлургический, завод и даже не машиностроительный, а электротехнический. И здесь как-то у меня не задерживались люди. Приходили ребята молодые и уходили. И я один был, один, и у меня не было права на ошибку. Потому что идет какое-то совещание, там вот обсуждается какая-то проблема, которая связана с металлургией, с прочностью, с... Вот. И меня там начинают спрашивать. И мне нужно было быть готовым. И вот я старался, старался быть на уровне. Вот я здесь просидел 40 лет. И 12 лет я просидел... Вот здесь у нас было два огромных зала, сейчас там цех. Там сидело 150 человек. Это отдел главного технолога. Заводы объединили. АТ и электрозавод. Электрозавод. Одно помещение 150. Вот я там сидел. В первое время, лет 13, наверное, лет 12, я там был уже, ну, не сразу начальником бюро. Начальник назывался... Бюро металлов называлось. Потом, вот после этого помещения, после этого я вот здесь вот эту лабораторию оборудовал, вот, и, конечно, совсем другое дело. Это вот мои авторские... Авторские свидетельства и патенты. Вот. Ну, это все, все заводское. Вот. Все это внедрено на заводе. Олег Павлович, а расскажите, как вот такие изобретения регистрировали? То есть здесь у вас, да, что-то... А как это вообще происходило? У нас есть... В Москве есть институт. Это недалеко от Киевского вокзала есть организация, которая, вот, для того, чтобы получить вот такую бумагу, нужно подать заявку. Вот. И они эту заявку рассматривают. Вот. Вот эти... У меня их таких вот этих штук, надо точно сказать, 7 авторских. Вот. И они все внедрены на заводе. Ну, да. На заводе. А как вообще была территория, вот, огромная же территория, если брать ее всю, а между заводами там что, были какие-то заборы проходные или нет? Или это все было единое? Все. Вот какое еще преимущество было для всех? По принципу растущего дерева. Не было такого вот это АТ, это электрозавод, а это МЭЛС. Не было. Все вот так. Коридор с этой стороны АТ, а с этой стороны электрозавод. Да, вот так. Вот так было. Все вот так было перемешано. Вот у нас преимущество. Три завода совершенно разные производства. И мы друг у друга перенимали. Друг у друга. То есть было такое взаимодействие между заводами, да? Взаимообмен. Да, да, да. Было такое вот. Причем это на самом таком низком уровне. На уровне технолога, на уровне какой-то механика. Наш завод, вот я, когда поступил сюда, был монополистом. У нас была такая номенклатура. Мы делали то, что не делают нигде. Ну, вот вы говорили, что здесь работало где-то пять тысяч человек, да? Да, да. Тогда в советские годы. Да. И получается, что часть вот в этом занимала часть этого большого главного здания. Еще, по-моему, вот это здание во дворе краснокирпичное тоже же вам принадлежало. Да, да. А там что, там цеха? Да, это цех больших трансформаторов. А, вот этот большой цех, вот там их собирали, да? Да, да. А есть еще больше. Это уже там за пятый, за шестой габарит. Вот наш завод расположен на берегу Яузы. Почему? Потому что есть негабаритные грузы. Они никуда не войдут. По улице их нельзя, не проведешь. Может там мост мешает или какая-нибудь там эта арка. Вот. А по воде, по Яузе можно привести. Я много занимался утюгами. У нас был такой зам главного конструктора, Айлов Леонид Ефимович. Вот. И мы создали, украли, украли утюг у Филлипса. Вот вам, может быть, приходилось видеть зарубежные утюги? Но только на фотографиях. Да. Так вот, мы один к одному воспроизвели утюг. Ну, воровство стопроцентное. Но так как у нас нет таких ТЭНов, трубчатых нагревателей, так как у нас нет такого биметалла, вот, таких пружин, вот. Ну, в общем, вот. Это все изобретали сами. Я утюгами занимался. У меня много вот здесь вот утюжных вещей. Интересное такое ответвление. Ну, то есть, тут трансформаторное оборудование, все это. И вдруг утюги. Неожиданно. А это очень выгодная вещь. Да, да. Вот там у Леонид Ефимовича говорила, чтобы была прямо окупаемость прекрасная. Потому что, ну, это предмет, как народного потребления. Трансформатор, это же такая глыба. Ну, да. Сколько там труда и сколько материала. А где здесь был этот цех по производству утюгов? Это где-то здесь, вот в главном здании или отдельно? Вот здесь прямо надо мной. А, надо мной, да? Вот это помещение. Это помещение, Тищенко помещение. Вот это был цех утюгов. А, здесь, да. А мы на каком этаже? Мы на третьем? На третьем. Значит, это было на четвертом, да? Да, интересно. Ну, сейчас там уже, наверное, ничего не сохранилось, да? Да, да. Там склад. Там сейчас склад. Это на каждом заводе. Ну, да, да, да. На каждом заводе. Потому что на основном оборудовании, то есть оборудовании, на основной продукции не заработаешь. Ну, да. А это шарпотреп. Да, шарпотреп он всегда, да, конечно. И удобно делать, удобно делать, потому что это массовое производство. Сидят девочки на конвейере, собирают. Интересно, как выглядел этот конвейер. Жалко, нет фотографий, как это все там собиралось. Это стол длиной, ну, сколько, метров 20. Это небольшие. Это несколько столов делают одно и то же. Вот. И то же по обе стороны стола сидят с женщин и собирают. А потом это на какой-то ленте куда-то двигается или как это? Ленты нет, а такие вот корзины такие вот с деталями, они висят здесь, и она берет то, что ей нужно. А, интересно. Получается, что это фактически ручной труд, да, в ручную все собиралось. Да, ручной труд. Только вот этот конвейер висячий, и все, больше там ничего нет. Все руками. Здесь было столько специалистов, такие классные были люди. Вот в то время, вот когда я, когда приехал я в Москву, была такая тенденция, из Америки люди, коммунисты. Тогда вообще коммунистическая партия в Америке была очень сильной. И не только в Америке, и в Европе, в Западной Европе. И вот эти коммунисты, бывшие наши репатрианты, они начали возвращаться в Советский Союз. Вы представляете, какие это люди? Вот. И вот я знал, что Теймер Авру Джешуаевну, она работала на Мелзе. Ну, там была лампочка, на лампочке работала. А ее папа работал в Чермете. Ну, когда они приехали, вот, она дочка, она моя ровесница. А ее папа, вот, ну, где-то тоже 905-го года, тоже уже нет в живых. Вот, а ее папа Теймер, я его имя забыл, имя, отчество. Вот. Он был коммунистом. И приехали сюда, и здесь остались. И здесь у них сейчас, там, несколько семей. Вообще, вот, когда я пришел на завод, мне так понравились. Вот, именно электрозавод. Такие симпатичные были люди. Продукция завода – трансформаторы. И, рассказывая об успехе коллектива, очень важно отметить, что план 9 месяцев выполнен не только, как говорится, по валу, но и по номенклатуре. В стране у завода 200 заказчиков. И каждый, кто должен был получить в течение года продукцию отсюда, получил ее в срок. Причем, свыше половины изделий имеют государственный знак качества. Тем не менее, именно здесь умеют не успокаиваться на достигнутом, искать и находить резервы. Продолжение следует...